Время новостей на телеканале ЛАБА в студии Людмила Никонова. Здравствуйте в этом выпуске. Новая выплата на ребенка. Третья и последующие дети, родившиеся с 2013 года, имеют право на ежемесячную денежную выплату. В военно-патриотической работе в профессиональном училище 43 состоялся открытый классный час с участием ветеранов войны. Собственный хор в 10-й школе. Дети исполняют песни казаков. В рамках месячника оборона массовой военно-патриотической работы в Лавинском районе проходит большое количество мероприятий. Ветераны Великой Отечественной войны встречаются с подрастающим поколением. Сотрудники музея и архивного отдела проводят исторические уроки и экскурсии по памятным местам со школьниками. О 43-м училище на открытом классном часе побывал священнослужитель, рассказывает Татьяна Чистова. Открытый классный час, посвященный 70-летней дате освобождения Лавинского района от немецко-фашистских захватчиков, архивный отдел районной администрации организовал совместно с Советом ветеранов и Свято-Успенским храмом. Я часто вас вижу на соревнованиях, я часто вас вижу и вашего руководителя, когда идут сборы в военно-патриотических клубах. И мне очень приятно, что вы приобщаетесь к подвигу, приобщаетесь к истории нашего города и района, к тем славным боевым и трудовым традициям, которые были заложены. Специалист архивного отдела Елена Бородина рассказала ребятам о тяжелом времени оккупации, о деятельности партизанских отрядов, молодежной подпольной организации «Юный мститель», о героях, в честь которых названы многие лобинские улицы. Ребята прикоснулись сегодня во время занятия к военной истории своей малой родины. Перелистывая ее страницы, они увидели такие уникальные, познакомились с уникальными фронтовыми письмами, которые обладают неповторимым духом, соединяя фронт и тыл. Один из таких уникальных документов Елена Бородина показала ребятам. Это письмо, датированное 1943 годом, родителям написал солдат, находясь в окопе под обстрелом. На встречу со студентами пригласили ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Чередникова. Ему пошел уже 99-й год, но он продолжает быть активным участником различных проводимых в городе мероприятий. С помощью накопленных в течение долгой жизни знаний и опыта он пытается помочь молодому поколению самоопределиться. Как приятно, когда мне есть возможность с вами побеседовать, рассказать очень много вам. Я пережил большую и трудную жизнь и хотел вам рассказать многое. О возрождении в нашей стране, районе и городе духовности говорит присутствие на встрече иерея Свято-Успенского храма отца Дмитрия. Его беседа также помогла молодежи задуматься о высоком предназначении защитников Отечества. Я узнала, допустим, интересно, что многие улицы названы в честь героев нашей Отечественной войны. Допустим, улица Константинова я даже не знала, что названа в честь Великого Героя. Сегодня было очень хорошо, интересно. Мне понравились слова нашего ветерана, то, что он говорил. У меня аж это все мурашки шпакожи были, когда он их говорил. Приятная новость для тех, у кого с 2013 по 2017 годы в семье родятся третьи и последующие дети. С этого года один из родителей имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 6763 рублей до достижения трехлетнего возраста ребенка. С 1 января 2013 года гражданам зарегистрированным по месту жительства на территории Краснодарского края, имеющим детей в возрасте до 18 лет, а в случае обучения их в общеобразовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях по очной форме обучения на бюджетной основе до окончания обучения, но не более чем до 23 лет, при рождении третьего или последующих детей, имеющих гражданство Российской Федерации, предоставляется ежемесячная денежная выплата до достижения ими возраста трех лет. Эта ежемесячная денежная выплата предоставляется тем семьям, в которых ребенок рожден с 1 января 2013 года. Для назначения ежемесячной денежной выплаты один из родителей должен предоставить Управлению социальной защиты населения необходимые документы. Подробную информацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми можно получить в Управлении социальной защиты населения по месту жительства или по телефону 327-62-333-97, 328-15-3-27-79. Театр песни уже несколько лет существует в 10-й школе поселка Прохладного. В его составе несколько детских коллективов. Один из них – вокально-хоровой коллектив «Мальчишки». Юные вокалисты исполняют произведения разных жанров и разной тематики, но визитной карточкой являются казачьи песни. Несколько из них услышала наша съемочная группа. «Мальчишки» Когда слушаешь исполнение хорового ансамбля «Мальчишки», создается впечатление, что поют ребята из профессиональной вокальной студии, а не из простой общеобразовательной школы. Настолько это оригинально, интересно, ну и, конечно, четко отработано. Хор мальчиков – это вообще здорово, это замечательно, потому что мальчишки должны находить свое применение и в спорте, и занятиям какими-то транспортными видами спорта, но и, конечно, в пении. Потому что, во-первых, это необычно. Во-вторых, вот так получилось, что появились такие дети, которые умеют петь. И было бы непростительно, если бы мы этим не воспользовались. Театрализованные песни в школе занимаются уже несколько лет, а непосредственно коллектив «Мальчишки» создан в прошлом году. Среди учащихся он стал настолько популярен, что организаторам уже нет возможности включить в его состав всех желающих. Самое важное, воспитательное значение этого состоит в том, что это все делается, проводится органично. То есть, все идет ненасилием, все идет желанием. Идея создания хора «Мальчиков» понравилась многим. И сейчас несколько руководителей лобинских предприятий и организаций с удовольствием помогают коллективу существовать и развиваться. Например, швейное предприятие «Узоры» – давний друг и партнер школы. В течение многих лет оно участвует в жизни учебного заведения. Казачьи костюмы, сшитые при содействии предприятия, сейчас украшения выступлений ребят. Когда мы узнали, естественно узнали, мы, наверное, самыми первыми, о том, что родился такой проект театра «Песня 21 века». И посмотрев первый раз еще их без одежды, как они это пели, их желание детей, их блеск в глазах, когда они это делали все, мы решили выступить спонсорами и помочь в организации этого театра. Откликнулись нормальные, хорошие русские люди, которые помогли, допустим, пошить эти костюмы. И мы очень рады, что нашим генеральным спонсором стало швейное предприятие «Узоры». И Валерий Николаевич, и Надежда Николаевна Брезгунова, как вы видели, принимают самое активное участие в работе нашего театра «Песня 21 век» или вот этого вокально-хорового ансамбля «Мальчишки». Я очень благодарен и хочу, чтобы об этом знали, что, слава Богу, что на Руси было вот это меценатство, и оно есть на сегодняшний день. И я благодарю и Татьяну Иванну Пахомову, и Екатерину Григорьевну Пищелову, и Татьяну Витальевну Черкашину. Я благодарю Владимира Александровича Михайлова, я благодарю нашего выпускника, который работает в Краснодаре, Валерия Валерьевича Курасова, которые помогли и помогают нам создавать вот этот коллектив. Я благодарю родителей, которые откликнулись на это. Много времени с ребятами проводит руководитель хора, учитель музыки 10-й школы Валентина Квасникова. Она отмечает, что репетиции даются не без труда, ведь из всего хора в музыкальной школе учатся всего 4 мальчика. Но по словам педагога, когда видишь то желание, с которым занимаются дети, их горящие глаза, появляются силы и уверенность, что работа проводится не зря. Это очень хорошее и большое дело. Дело очень нужно. Во-первых, ребенок развивается, у него музыкальные способности. Мало того, что у них индивидуально идет работа, занятия, они выступают во всех наших мероприятиях. Это идет воспитание эмоциональной культуры. И самое главное, наши дети прикасаются к истокам нашей народной музыки, именно народной музыки Кубани. Интересно, что сейчас коллектив занимается разучиванием целого цикла песен о лошадях, ведь конь – один из главных символов казачества. Мы выбрали песню «Конь», потому как конь – это был главный друг казака и на войне, и в обычной жизни. Когда казака провожали на войну, жена помогала снаряжать коня, потом муж целовал детей, жену, и садился на коня и выезжал на войну. Ну, в общем, конь, ну, казак без коня – это то же самое, что лапша без воды. За относительно небольшой срок существования у коллектива уже появились маленькие звездочки. Данил Шавшин – один из самых голосистых и талантливых в хоре, и пение ответственных партий часто доверяют ему. Я солист в этом хоре, у меня неплохой голос, мне нравится музыка, я учусь в музыкальной школе. В хоре мы поем песни не такие, как в музыкальной школе, мне нравятся эти песни. «Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему». В ближайших планах у мальчишек подготовка программ ко Дню Защитника Отечества, 8 марта – Дню Победы. Репертуар коллектива настолько обширен, что уже сейчас они могут дать полноценный концерт. Татьяна Чистова, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Сейчас я передаю слово Ирине Бирюковой, она расскажет нам о погоде. Ирина, каковы прогнозы на четверг? 31 января, по прогнозам синоптиков, погода существенно не изменится. Все так же облачно и прохладно. Подробнее после рекламы. Этот выпуск новостей подошел к концу. До свидания. Всего доброго.